Вот вы понимаете, да, я пришел в мебельный центр. Я пришел в мебельный центр. И в мебельном центре я вам говорю, что есть в разряде мебельщиков только одна контора, которая занимается мебелью, сделанной в Магнитогорске. Кстати, насчет истории. В свое-то время в Магнитогорск люди приезжали и не только за металлом, потому что в то-то время, понимаете, получать металл в Магнитогорске было как-то, ну, нехорошо. Потому что старое производство было, все практически наладом дышало. Но в то самое время, в 90-х годах, когда начался бартер, и не только бартер, у нас наша мебельная фабрика гремела на всю страну. На всю страну она гремела. И за нашей Магниткой сюда приезжали и получали все то, что делалось. Но, к сожалению, что-то исчезло. Но, тем не менее, мебельщики остались. Получается то же самое, что если вы работаете с мебелью, то никаких проблем не возникает. Вы работаете с мебелью, рано или поздно придут люди, которые вас также призовут. Теперь возникает другой вопрос. Почему такие дешевые цены? Потому что мебель Магнитогорская. То есть везде и всюду. Зайдите везде и всюду. Ну, в стройдворе. Павильон номер 3. Посмотрите внимательно. Какие там везде ценники. Сейчас объясню ситуацию. Если все это делается в Магнитогорске, то в эту мебель не встается транспортные издержки. Нет такого. Потому что делается все здесь. Если вы другие мебели посмотрите. Вот, допустим, есть такая мебель из Белоруссии. Сколько стоит перевезти мебель за 2500 километров до суда? Вы же платите. Вы все за это дело платите. Другой вопрос. Если из Китая еще 4000 километров. Вы опять же платите. Зачем это делать? Когда у нас в Магнитогорске делается замечательная мебель. Которая продается незадорого. Вот здесь вот. А сейчас объясню теперь ситуацию. То есть вы можете зайти. Посмотреть внимательно. Фабрики мебель разные, разные, разные. Но когда вы увидите фирму горизонталь. Вы поймете, что только здесь делается то, что производится в Магнитогорске. К вопросу покупки мебели я подхожу правильно. Я не хочу мебель на всю жизнь. Не получится. Я знаю, что два переезда равносильны пожару. Нет, не надо. Я не хочу тратить безумное количество денег на мебель. Не надо мне это. Теперь вопрос цены. Было то время, когда в каждую дверь впиндярили ценники. Типа ниже некуда, из Беларуси. Да я не против Братской Республики. Я против цены. Потому как с такой ценой ее было проще собирать где-то рядышком. Я, кстати, посмотрел, что делается в гараже. Как-то не так. Я хочу натуральную магнитогорскую мебель. Потому что я помню ее качество. И было то круто. В Магнитогорске какой город? Здесь нет лесов. Да, такое было. В Магнитогорске не было лесов. Но тем не менее мебель производилась. Потому что был док. Беревообрабатывающий комбинат. И туда все привозилось. Там все это переделывалось. И была хорошая мебель. К сожалению, дока сейчас нет. Но тем не менее есть хорошая мебель. А что говорят, что Челябинская область без леса? Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. У нас есть леса. Хорошие леса знаете, где находятся? Они находятся в горнодзаводской зоне. То есть это район Миаса. Так вот, корпусная мебель это из Миаса. Сейчас я расскажу. Чтобы вы не думали, что какие-то там существуют большие цены и наценки. Нет, ничего подобного. Просто корпусная мебель, она собирается так понемножку. И все это дело здесь разбирается. То есть перевоз это не диванчики, которые вы по сути никак не разберете. Понимаете? То есть диваны только Магнитогорск. Корпусная мебель из Миаса. Кстати, здесь есть еще и я вам просто сейчас говорю, замечательные матрасы. Матрасы делают Челябинск. То есть надо понимать, что мебель фирмы Горизонталь это не то, что отечественно ориентированная. Это совершенно правильно ориентированное челябинское производство. То есть мебель из Магнитогорска, матрасы из Челябинска и гостиная, и в смысле вот эти штучки из Миаса. И я не буду призывать. Просто зайдите и посмотрите сами. Дешевле цен просто нет. Здесь нет накрутку за перевозку. Ну, максимуму 180-300 километров. Здесь цены абсолютно не кусаются. Здесь нету заморской составляющей товара. Ну, вы про доллары знаете. Так что ее нету. Здесь все как было доступно, так доступно и сейчас. Ну, а куда прийти? Да, очень просто. Торговый центр «Стройдвор» он, конечно, большой. Но за мебелью для вашего дома вам будет проще пройти в торговый центр «Три». Даже то, что вы видите, по сути, как бы все это в принципе рядышком. До Миаса тоже доехать можно, недалече 180 километров. Но в основном это делается в Магнитогорске. Ценники, я вам еще раз говорю, придите и посмотрите внимательно. Просто придите и посмотрите внимательно. Вот то же самое, что в других местах стоит 48 тысяч рублей. Здесь стоит 20 тысяч рублей. Уж поверьте мне, все абсолютно то же самое. То есть, ну, сами думайте, я вам ничего не буду говорить. Вот. Кто-то мне говорит, что мебель меняется. По сути, эту мебель вы не будете выбрасывать. Даже если у вас есть кошки. Потому что все то, из чего делается, оно противорванное. То есть, не получится, не порвете. Ну, естественный вариант. Потому что, если есть кошки, надо подумать и выбрать, из чего вы будете делать. В остальном, это все будет служить очень-очень долго. И, кстати, тут недавно посмотрел столик. Моя супруга сильно-сильно захотела. Цена вопроса 2,5 тысячи рублей. Халява.